Мы говорим о развитии бизнеса в Краснодарском крае, о правах и обязанностях бизнесменов. И сегодняшний наш собеседник, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Краснодарском крае, Игорь Якимчик. Игорь Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. Ваша основная задача – защита прав и законных интересов предпринимателей. Какова тематика обращений, которые поступают к вам, и из чего мы можем сделать вывод, какие основные проблемы предпринимательства в крае существуют? На самом деле, очень разный спектр обращений предпринимателей. И связано это прежде всего с тем, что идет развитие экономики. И, естественно, присутствует сложность и в законодательстве, и в тех нормативно-правовых актах, которыми пользоваться может предприниматель. Поэтому возникают вопросы. Не каждый из них подготовлен. И мы понимаем, что, наверное, и такой большой объем знаний не нужен бизнесу. Должна быть определенная упрощенная система. И вот с учетом этих всех позиций получается, что бизнес обращается к нам с комплексом проблем. Обращение предпринимателей поступает к нам по различным темам. Наибольшая волнующая их сегодня часть – это вопросы, связанные с земельно-имущественными отношениями. Это и аренда, и выделение участков, это и строительство, разрешения определенные. Конечно же, один из серьезных вопросов – это уголовное преследование, которое точно так же присутствует здесь, но не в таком объеме, как более экономические статьи и вообще обращение бизнеса. Мы видим то, что необходимо включаться в работу вместе с органами власти различных ведомств и различных уровней по вопросам создания комфортных условий. Это, конечно же, мероприятия, связанные с обращениями, где мы видим, бизнес не устраивает и налоговая политика. И, безусловно, администрирование предпринимателей со стороны контрольно-надзорных органов – это проверки, которые могут быть плановые и не плановые. Сегодня сокращены плановые проверки в разы. Но есть постановления правительства, по которым в ряде календарных дней идут определенные проверки. Ну, к примеру, к летнему периоду нужно посмотреть, насколько бизнес создает условия в рамках санитарных мероприятий. Или к учебному году, или к Новому году, или, если, не дай бог, что-то случается с гибелью людей и угрозой жизни и здоровья, то точно так же идет комплекс. Но мы понимаем, что в ряде мероприятий со стороны профессии Российской Федерации не нужно делать такие комплексные проверки. В связи с этим есть уже достаточно нормативно-правовых актов, где бизнес уже понимает, что ему при открытии своего дела необходимо выполнить то-то, 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 то-то. И порой эти проверки просто отвлекают человека и становятся нулевыми. Но потрачено время, прежде всего, драгоценное, нервы у предпринимателя. И это, конечно же, не является частью серьезных отношений к бизнесу. В связи с этим мы сейчас отрабатываем по такому вопросу, как правовая гильотина, гильотина, связанная с проверочной деятельностью, то есть когда предприниматель попадал в ее жернова и понимал, что контроль и надзор, тот, который осуществляется за ним, зайдя в предприятие, он обязательно выйдет с каким-то поводом, с каким-то штрафом и так далее. И в таких экономических условиях нам, конечно же, нужно уменьшить комплекс требований. А мы знаем и видим документы ряда органов, где эти требования еще с 20-х годов сохранились. И правительство сейчас в течение полутора лет взяло на себя обязательства по инициативе наших действий и уполномоченного при президенте Титову Борису Юрьевичу, что это действительно мешает бизнесу. Мы видим это. Поэтому в этот период будет уменьшена такая ситуация. Предпринимателю будет проще вести бизнес. То, что касается политики, связанной с финансированием предпринимательства, в рамках государственных программ, национальных проектов, действительно это есть программа. И нужно больше проявлять инициативу и пользоваться этими инструментами. Но опять же, нет информированности. Вот благодаря таким интервью и общениям с прессой мы максимально об этом тоже рассказываем. Что прежде чем открыть свой бизнес, нужно понять, что ты будешь реализовывать, как ты будешь встроен в рынок, на сколько лет это будет востребовано, какие перспективы и так далее, и так далее. Поэтому в Крае есть стратегия развития до 30-го года, где каждое муниципальное образование выстроено под конкретные бизнес-проекты. И предприниматели уже могут идти и спрашивать, где они пригодятся, в какой части. Но опять же, не все это слышат, потому что есть определенная занятость, ну и привычка думать, что оно само все появится, вот ляжет перед тобой и все закрутится. Ну так не бывает под лежачий камень, мы понимаем, да, вода не течет. Поэтому вот здесь тоже необходимо в большей части взаимодействие и бизнеса, и власти. И такие инструменты, такие настройки в муниципальных образованиях присутствуют. Нужно просто приходить и общаться. И на бизнес-площадках, которые есть в Крае достаточно, и в каждом городе, в населенном пункте, который объединяет предпринимательское сообщество, там есть возможность найти себя. И не нужно порой создавать большое предприятие, покупать там здание, сооружение, землю. А нужно просто скооперироваться. У тебя есть то, что позволит тебе двигаться на конечный результат. Здание имущества у кого-то, земля, там трактор, удобрение, переработка, упаковка, реализация. Вот это тот подход, который должен быть. И это очень важно. Расскажите, пожалуйста, в каких мероприятиях вы участвовали в этом году? Для нас мероприятие, прежде всего, это комплекс тех тем, вопросов и задач, которые были бы полезны бизнесу для применения его в реальной объективной экономической ситуации на территории Краснодарского края. И, конечно же, прежде всего, это и экономический форум, который у нас является определенным итоговым, где мы показываем себя и другим субъектам, и иностранным, инвесторам в том числе, и предлагаем свою программу развития. И бизнес включается в это общение, и есть реально заключенные проекты с реализацией. Это очень важно. Конечно же, мероприятия, связанные с позиционированием бизнеса, где точно так же предприниматель мог в ускоренном режиме понять, чем можно заниматься, какие есть условия поддержки, какая перспектива развития, как вести финансовый учет, как вести сегодня правовую свою защиту, прежде всего. А это мы наблюдаем при тех жалобах и обращениях, которые к нам поступают, что предприниматель не понимает, что времена меняются, и нужно идти очень углубленно в правовой форме в том числе. Конечно же, нужно иметь квалифицированных юристов. Подчас элементарные договорные отношения приводят к тому, что человек не выполняет определенные обязательства, или к нему идут претензии, ну а затем административное, уголовное преследование, и все то, что было задумано, не исполняется. И, естественно, у человека опускаются руки. Поэтому здесь и власть, и бизнес максимально оказывают в этой части поддержку. Созданы центры поддержки бизнеса, где могут рассказать, с чего начать, как это сделать, какие субсидии, какая устойчивость того или иного предложения на рынке, в какие годы. Это очень важно. И это все предлагается на мероприятиях, которые проводит край. Мероприятия — это одно, о котором я сказал. Безусловно, это и мероприятия, связанные с выставочной деятельностью, курортно-санаторного комплекса, перерабатывающей промышленности, ежегодный сложившийся традиционно форум «Дело за малым», который идет несколько дней. И мы видим, как молодежь, уже и устоявшийся бизнес, видит возможности конкретного предложения в свою сторону или кому-то предлагает условия развития. И вот интересные предложения идут со стороны франчайзинговых компаний по различным направлениям, где бизнес может, уже не изобретая велосипед, а идти дальше в тот или иной бизнес, как оказание услуг, так и уже более серьезные мероприятия, связанные с переработкой и так далее. Очень важно для нас мероприятие, когда мы в определенный период времени, это уже по итогам года, мы видим, где бизнесу становится некомфортно. И мы на площадке в рамках мероприятия, которые проводит центральный аппарат уполномоченного при президенте, то, Мариса, мы абсолютно точно понимаем, что прошел год, и нужно менять ту или иную форму взаимодействия, которая ляжет в дальнейшее развитие с определенным направлением, более понятным для предпринимателей. Причем мы же видим и определенное давление со стороны, как говорят, наших партнеров в рамках экономических направлений, и бизнесу сложно где-то перестраиваться. А мы хотим иметь продукцию ту, которая бы была конкурентно способна не только здесь, а, конечно же, и за рубежом. И те посылы, которые даются и государству в рамках развития отраслевого, скажем так, и сельское хозяйство, и промышленность, это все должно быть конкурентным. Для того, чтобы это произвести, нужно серьезное оборудование, которое бы обеспечивало качество выполняемой продукции. И это очень важно. Поэтому мы и в этой части смотрим, где можно создавать преференции и крупному, и среднему бизнесу в развитии. Это, конечно же, определение территории развития, это работа с одним из ключевых направлений, если вы понимаете, и энергообеспечением, где в большей части, полагаем, государство должно участвовать и применять механизм частного государства, партнерства. Ну и, конечно же, малый и средний бизнес, особенно малый, мелкий. Это гильотина, это уменьшение нормативно-правовых актов, которые сегодня уже и не нужны в такой степени, и в количестве. И, например, один из последних историй – это вопрос по самозанятым. То есть человек один, без наемных рабочих, оказывает услугу с оборотом 2 миллиона 400 рублей в год, налог, у него всего 4%, если он работает физическими лицами, оказывает услуги, и 6% – это юридические, и все. И ему еще идет пенсионное обеспечение. Он может эти деньги потратить на самого себя или все-таки вложить в экономику. Это и водители, это и переводчики, это и фотографы, и достаточно большой комплекс. Ну, вот это один из примеров. А это достаточно большое количество людей, которые находятся в тени. Им это механизм приемлем. С 1 января этого года он уже прошел в рамках эксперимента в четырех территориях Российской Федерации, и с 1 января 2020 года он будет применяться по всей России. Дальше вопросы, связанные с уголовным преследованием, точно так же определяется направление, и мы видим, что бизнес в ряде случаев попадает под уголовное преследование, опять же, из-за споров, порой и неправомерных действий со стороны следственных органов. И здесь нужно точно так же менять законодательство. И в этой части мы отстояли такой тезис, что если это предпринимательские статьи, то человек не должен находиться в СИЗО, то есть мера пресечения очень жесткая, а переводить это в область домашнего ареста, подписка о невыезде, а дальше уже идти разбираться. И порой у нас гражданско-правовые отношения перетекают в уголовное преследование. Мы точно так же в этой части жестко высказываем вместе с надзорным органом свою позицию. Это все связано с тем, чтобы была территория у нас комфортная для развития бизнеса. Чтобы человек, который ведет за собой коллектив, отвечает за себя прежде всего, за тех работников, которые находятся рядом, могли себя чувствовать комфортно и развивать предпринимательскую свою деятельность. И это, безусловно, отражается положительным обратным действием в целом благосостояния территории, края. Это банально налоги, которые тоже должны быть справедливы. Согласна. Расскажите, пожалуйста, об Общественном Совете, который создан при Уполномоченной защите прав предпринимателей. Для чего он был создан, как ли цели задачи и каковы результаты уже работы? Общественный Совет создан с первых дней работы нашей. И мы включили в него людей с опытом, с определенной известностью, с жизненной твердой позицией. И это нам помогает именно в движении вперед, в понимании того, что происходит здесь на земле. И вот благодаря работе с Общественным Советом мы выносим инициативы. Как я уже говорил, у нас есть такое и в законе прописано. Мы готовим доклад президенту по итогам года на территории Краснодарского края в том числе. И мы высказываем их как раз с экспертизой тех коллег, которые там находятся. Это экономический блок вопросов, это и правовые мероприятия, которые необходимо сегодня менять, дополнять в рамках существующего времени. С опытом, конечно же, положительных и зарубежных наших коллег, где уже мы тоже понимаем, что положительные мы можем брать и от них в работе на нашей территории, на территории Российской Федерации, потому что они много мероприятий уже идут в упрощенном ключе, которые проводят с определенными уклонами на предпринимательское сообщество, где население, бизнес дают оценку итогов работы и в том числе могут высказать позицию, если действительно идет работа недобросовестного предпринимательского сообщества в том числе. И это помогает, и не нужно иметь вот таких огромных инструкций и так далее. Но это культура, которая прививается с ранних лет, мы понимаем, что это должно быть таковым. В связи с этим есть программа развития для ребят, которые заканчивают школу, соответственно, кто учится в вузах, чтобы они понимали, что предстоит им делать дальше. Нужно конкретное применение. Мы предлагаем стажировку на предприятиях с экономическим направлением или правовым статусом. Мы точно так же даем возможность понимания, и это нужно. И программа поддержки, начинающая предпринимательство, она точно так же нацелена на категорию этих людей. Спасибо вам большое за беседу. Спасибо вам. Спасибо.